Ох, ё-моё! Что же меня ломает-то так, ребят? Дайте баску! Я 40 не прошу! Ну хотя бы герц 80! А-а-а! Ну видите, плохо человеку! Человеку плохо! Всем привет! Это у нас четвёртая серия по подборке, так сказать, комплектации домашнего кинотеатра Hi-Fi на системе JAMA. Сейчас давайте посмотрим на коробку от сабвуфера. Сабвуфер JAMA S912 SUB 12 дюймов, такой же в чёрном цвете. Как бы яма-яма! И это надо произносить именно так, а не как мы, россияне, читаем JAMA. Это фаздинвертентный сабвуфер. Джамма S912. Это самый крутой сабвуфер фирмы Яма. 12 дюймов. Стоит он в магазинах по-разному, где-то в районе 38 тысяч рублей. Весит коробка 17 килограмм. Без коробки сабвуфер весит 14 килограмм. Дело в том, что реальные размеры коробки нигде не найти. Всё как-то оно пишется непонятно, неясно, неправильно. Но те, кто хочет перевезти при своём машине или ещё что-то. Размеры коробки. Ширина 56, глубина 46 и высота 55. Вот такие размеры данной коробки. Значит, давайте я сейчас достану саб из коробки. Мы посмотрим, какая комплектация. Что входит, как всё это выглядит, сколько пенопласта и так далее. Поехали. Вот я сейчас достал саб из коробки. Значит, саб укутан в такую упаковочную, такого мешковинного типа тряпочку. Ну, что хорошо, как говорится, да? Довольно-таки попрочный толстый пенопласт, который предотвращает какие-то повреждения при перевозке данного сабвуфера. Вот решётка уже изначально на нём стоит. Значит, вот так он выглядит без коробки. Доехал он ко мне без повреждений. Вроде бы всё хорошо. Значит, по комплектации. В комплекте есть кабель. Ну, кабель стандартный. Наш евро, российский так называемый. Далее есть ещё вот такой кабель в комплекте для других стран. Но оно нам не актуально. И ещё один кабель в комплекте. Это вот такой кабель. Всё. Это вот что по комплекту. И в комплекте инструкция. В комплекте вот такой вот маленький мануал. Такая бумажка про гарантию. Сам мануал на сабвуфер. Конечно же, мануал без российского языка. Есть английский. То есть, здесь вот такая табличка. Ну, он короткий. Тут, в принципе, если просто кому интересно и кому-то мануал не пришёл, ну вот, можете прочитать. В принципе, и все страницы. Жалко, конечно, нет русского языка, но... Что ж теперь сделаешь, да? По комплектациям мы быстро приезжаем. Больше в комплекте ничего нету. Давайте её окончательно я распакую и будем смотреть ближе. Снимается решётка довольно-таки легко. Защитная вот эта вот сеточка из очень толстой нити сплетена. Она на рамбочке МДФ находится. Она тут проклеена по контуру. Соответственно, есть фиксатор, которыми фиксируется она к корпусу сабвуфера. Но довольно-таки тоже интересный цвет. Он не чисто чёрный, с белыми вкраплениями. Нитка. Значит, вот так выглядит сабвуфер. У сабвуфера интересная расцветка, как я опять-таки хочу сказать. Здесь, соответственно, регулировки все. Вот такой интересный у него интересная поверхность. Очередь сделана довольно-таки качественно. Как бы двухцветная, не чисто чёрная, а с какими-то порошилками небольшими. Значит, 12-дюймовый сабвуфер, динамик и фазоинвертер, который смотрит вперёд. Мне это расположение больше всего нравится. Почему? Потому что я лично считаю, что и динамик, и фазоинвертер должен всё-таки смотреть на слушателя. Ну, это лично моё как бы субъективное мнение. Потому что есть разные виды сабвуфера, где динамик смотрит и бьёт вниз, где, соответственно, фазоинвертер назад и так далее. То есть преимущество данного сабвуфера можно поставить практически вплотную к стене. Это очень важный момент. Значит, почему я взял именно 12-й? Я хотел 10-й, но, к сожалению, 10-го не было в наличии. Пришлось брать что есть. Пришлось взять 12-й. Я его и разберу. Я вам покажу, какие внутренности. Всё посмотрите, всё поймёте. Сабвуфер из себя представляет вот такой кирпичик. Размер его 44 сантиметра. Боковая стенка на 36 сантиметра. Высотой он 44 сантиметра без ножек, потому что ещё ножки ему добавляют 2 сантиметра. Сам динамик размером 30 сантиметров и файза инвертор 7 сантиметров диаметром. Подвес у него резиновый, довольно-таки большого размера. То есть будет бах и дай боже. И интересный момент, то, что крепёж для защитной рамки, данной защитной рамки, он металлический. То есть металлическая втулка. Это говорит о том, что можно хоть 100 раз снимать эту защитную сетку и всё будет нормально, ничего не вывалится. Значит, динамик здесь крепится на шестигранных шурупах. Здесь вот довольно-таки красивая надпись «Яма» самого производителя. И, соответственно, вот у нас задняя панель. Здесь мы видим, соответственно, регулировку громкости, частоту среза, фазу, входы, соответственно, от усилителя. Этот порт для подключения беспроводной связи, для подключения к усилителю, мы её не используем, она нам не надо. Выключатель и, соответственно, гнездо питания. В принципе, это всё мы посмотрели, я всё это разберу, всё вам покажу, что именно как внутри, из чего всё состоит. Самому интересно. Померяем толщину стенок, посмотрим, есть ли у него, соответственно, какие-то дополнительные укрепления внутри. Но вот, в принципе, довольно-таки хорошо качественно сделан сабвуфер, то есть я никаких дефектов особых не нашёл. Всё довольно-таки очень хорошо подогнано, чётко в натуре класс. Ой, ё-моё, что же меня ломает так, ребят? Дайте баску! Я 40 не прошу, ну хотя бы герц 80, а? Ну, видите, плохо человеку, человеку плохо! Решётка ставится довольно-таки просто. Здесь ни много ни мало есть вырез для фазоинвертора. Ну, то есть продумано всё, да? В принципе, устанавливаем. Готовенько! Вот такой вот сабвуфер. Не, ну красота! Краса неземна! Краса неземна, ребята! Ребята! Сейчас я покажу, сейчас я его переверну, покажу, как выглядят ножки. Но ножки тоже интересны. Здесь 4 резиновые ножки. Ножки имеют высоту 2 сантиметра. Они очень мягенькие. То есть на них он будет стоять довольно-таки очень хорошо, чётко. Никуда не убежит по вашей комнате. Всё, по ножкам всё. Далее я разбираю. Макросъёмка. Всё, как вы любите. Так, ну что же, давайте снимем заднюю панель сабвуфера. Здесь она крепится на 8 саморезах. И посмотрим, какая там плата стоит. Вот я снял плату управления. Вот она. Это мы дальше на микросъёмке рассмотрим. Значит, да, конечно, я ожидал, конечно, что магнит будет побольше в данной двинахе. Но, как говорится, не размер имеет значения, а качество, да? Ну, значит, единственное, что мне, конечно, не очень нравится, ну, вроде бы и метраж небольшой, но могли бы кабелёчек-то к сабвуферу-то потолще сделать, потолще. Ну, явно тонковатый, тонковатый. Но здесь, в принципе, это полметра длина провода, но им виднее, конечно. Но я бы, конечно, проводоводоводисподление потолще бы поставил. Ну, да ладно, оставим всё, как есть, строго не будем. Видим здесь распорку в сабвуфере в центре. Это распорка идёт здесь, распорка идёт и по боковине. Такое вот дополнительное усиление, что не может быть плохо. Значит, толщина распорной планки ни много ни мало. 19 мм, толщина у нас корпуса 15,4 мм. Корпус могли бы уху сделать всё-таки из двадцатки. Пожалели, сделали из пятнашки, но я думаю, что всё будет работать. И тем самым они сделали, наверное, из пятнашки, но они усилили середину довольно-таки толстыми планками. Я думаю, что всё оно должно работать, но лучше бы, конечно, из двадцатки. Ну, что тут делать? Значит, всё внутри уложено хорошенько синтепоном. Мягенький должен быть бас. Этот провод идёт на индикатор спереди сабвуфера. Он горит красным, когда сигнала нет, и горит синим, когда сабвуфер, получая сигнал, он работает. Так, снимаем сабвуфер, смотрим дальше. Сняли мы сабвуфер. Сабвуфер, сразу хочу сказать, какой-то прям хиленький-маленький, ну, донесусь. Главное, чтобы хорошо работал. Значит, общая длина у нас фазоинвертора 22 сантиметра. Общая длина фазоинвертора. Вот здесь так всё хорошенько синтепоном укрыто. Здесь я ещё чувствую дополнительное укрепление в виде вставок МДФа. Вот они есть. Вот их видно. Вот они в хаотичном порядке расположены. Так, ну, толщина передней панели. 18,8 миллиметров. Чуть-чуть потолще, чем основной корпус. Ну, и благо того, что есть вот эти вот дополнительные укрепления для жёсткости. Всё, мы корпус посмотрели. Сделано вроде бы добротно. Да, кажется, дёшево, но это всё-таки акустика не для автомобиля, это акустика для дома. И должна она вроде бы качественно звучать. Буду надеяться, что будет работать долго и хорошо. Вот такой вот сабвуфер. Конечно, был у меня однажды наподобие такого сабвуфера в автомобиле. Такой же маленький магнит. Здесь, как всегда, не обошлось без розового клея. Накуда же без него. Вот, я говорю, был у меня такой сабвуфер в автомобиле. Как-то подвес, конечно, был чуть-чуть поменьше. Но, в принципе, тоже всё. Довольно-таки тонкая корзина штампованная из стали. Ну, выглядит, конечно, сабвуфер дешёвенько. Дешёвенько выглядит. Склонны вот эти вот контакты, соответственно, к переламыванию. Хорошо бы, конечно, чтобы они здесь были проложены змейкой в подвесе. Но, как бы, что вот есть, то есть. Ну, в принципе, не так часто он будет сильные нагрузки испытывать. Но динамик, откровенно говоря, ребят, дешёвенький. То есть, по крайней мере, он так выглядит именно, что дешёвенький. Давайте сейчас померяем, какого он сопротивления. Вот. Он 4 ома. То есть, саб 4 ома. Ну, если кому нужно. Два это погрешности у меня на чупах. Так что, 4 ома саб. Ну, в принципе, золотая середина. В случае, не дай бог, выхода из строя. Да, когда-нибудь. То есть, можно купить 12-й саб на 4 ома. И подключить, заменить. Ну, если вдруг чего. Так что, имейте в виду. Запишите, кому там вдруг надо. Так, вот так он выглядит. Такая высота подвеса у него. То есть, здесь получается бумажное основание, как таковое. Да, и с небольшой металлизацией, может быть, пропиткой. Но это чисто бумага. Это бумажный саб, по сути. Вот. Или даже вообще, это может быть и не пропитка, а просто покрашено так. Но это бумага. Бумага должна звучать хорошо. Соответственно, вот здесь вот маркировочка. Тоже нанесли как бы на отвали. Вот. Надо в интернете пробить, что она вообще означает. Вот. И небольшое отверстие для охлаждения звуковой катушки. В принципе, по сабвуферу все. Ну и ближе покажу. Контакты. Плата управления, да. Честно признаюсь, ну тут как бы говорится о том, что здесь D-усилитель. Честно признаюсь, не ожидал такого минимализма, да. Ожидал, что все-таки оно будет и потяжелее, как бы и побьемистей. А мы здесь видим все. Вот это, это, это все. Да. Ну. В смысле, все, в смысле совсем все. Больше нет никаких плат. Да. Здесь, соответственно, у нас. Плата какая-то, преобразование питания. Потому что основной блок питания, вот он. Здесь, соответственно, на 400 вольт, 120 микрофарад конденсатор стоит. Ну, это простая схема блока питания. Вот такой блок питания здесь. От него, соответственно, идет питание на основную плату. И здесь дополнительно тоже есть питание, то есть тоже преобразователь, не знаю, на сколько вольт, но тоже идет на основную плату с другой стороны. Сейчас я одену макрообъектив и более так конкретно все посмотрим более внимательно. Вот такая простенькая плата управления, дорогие друзья. Мда. А сабвуфер стоит, дай боже. Мда. То есть в магазинах сабвуфер стоит в районе 38 тысяч. И вот за 38 тысяч мы получаем вот такую вот простенькую плату управления. Дешевенький довольно-таки саб. Ну и корпус, да. Ну, будем надеяться, что все оно будет хорошо работать. Но, конечно, минимализм есть минимализм. Так, все. Надеваю объектив, макрообъектив, и будем поближе рассмотрим план. Вот, соответственно, блок питания под макросъемкой. Поближе. Если кому интересно просто, из чего это все сделано. Из чего сделан, так сказать, этот минимализм. Так, и вторая плата. И давайте перейдем к основной плате усилителя. Вот такая маленькая платка. Снизу особо никаких элементов нету. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По сабвуферу Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok